Новый год под запретом. Новостной выпуск. Новости Германа Черногории каждую среду. НКТ похититель Рождества. Нет, конечно, уже НКТ, но вы поняли меня. Какой год такой и Новый год? Ну что ж, власти Черногории 21 декабря огласили новые эпидеммеры, которые будут действовать с 22 декабря по 11 января. Самое главное празднование Нового года под запретом. Потому что 31 декабря, как и в остальные дни, комендантский час 22 с 22.00 до 5 утра. В гости ходить нельзя, квартиры и коттеджи можно арендовать только на двух человек, исключение для членов одной семьи. Что касается Рождества, то верующим повезло чуть больше. В ночь с 24 на 25 декабря и с 5 на 6 января, а также с 6 на 7 января можно нарушать комендантский час, если идешь в церковь. Но по сути это единственное отличие от новогодних праздников. Запреты на праздники вводят якобы с заботой о здоровье населения. Вот только 19 декабря в Черногории праздновали Славу, День Святого Николая. И народ тайком ходил друг к другу в гости. Все обнимались и целовались. Но вирус особенно опасный будет именно с 22 декабря по 11 января. Рубрика «Хэппи Нуя». Новые эпидемии с 22 декабря по 11 января. Итак, три недели Черногория будет жить по таким правилам от Министерства здравоохранения. Что осталось без изменений? Комендантский час как был с 22 до 5 утра, так и остается. Исключение только во время легиозных праздников. В ночь с 24-12 на 25-12, ночь с 5 на 6 января и с 6 на 7 января. Далее. Запрет на передвижение между общинами в выходные дни. Магазины, торговые центры, салоны, красоты, парикмахерские могут работать с 7 утра до 8 вечера. Запрет на работу ночных клубов и дискотек. Максимум 4 человека могут собираться вместе. Ну и маски как внутри помещения, так и на улице. Что нового? Заведения общественного питания могут теперь работать с 7 утра до 8 часов вечера. Добавили 2 часа. Ранее было до 18.00. Видимо, это компенсация за то, что 24, 25, 30 и 31 декабря, а также 1, 2, 6, 7 и 8 января кафе и рестораны смогут работать только на доставку. В те же даты, что и запрещена работа заведения общественного питания будет действовать запрет на передвижение между общинами. Единственное различие 8 января. У вас тоже взорвался мозг от всей этой информации? Кто-то прикольнулся и создал табличку со всеми правилами. Там, кстати, в конце, что надо на рудники идти работать. Пахать, ребята, в конце надо. Запрет на аренду жилья, квартиры, коттеджи для более чем двух человек. Исключение для членов одной семьи. Запрет на работу детских игровых комнат, даже если они находятся в торговом центре. Печалька. С 28 декабря до 11 января запрещено проводить профессиональные и научные собрания. Исключение только для пубничных собраний длительностью не более 60 минут. И с максимальным количеством участников до 25 человек. Наверное, кто-то подготовится, чтобы Новый год так отпраздновать научное собрание. А им так хренушки вам. Далее. Ну, естественно, запрещены массовые празднования Нового года. Как в закрытых, так и в открытых сообщественных местах. Вот так вот. Ссылку на все новые правила опубликуем в описании к видео. Там куча нюансов. Мыло, веревка, помоемся и в горы. Да? Вот так вот. Горнолыжному туризму на праздники быть. Особенно радует новость, что горнолыжным курортам работать не запрещено. Это какое-то издевательство какое-то. Ага, не запрещено. Вот только доехать туда из других городов, по сути, практически невозможно. А также 24, 25, 30 и 31 декабря, 1, 2, 6, 7 января. Бассейнам и спа-центрам при отелях работать запрещено. Отель Splendid очень расстроился. Кафе и рестораны при отелях могут работать для постояльцев в 7 утра до 16 дня. А в остальные часы только рум-сервис. Развлекательные и музыкальные программы запрещены. А так-то работать можно. Вот только кто доедет и кто захочет платить деньги на таких условиях. Это просто добивание бизнеса в Жиблике и Калашине в этом году. Рубрика «Мы по жизни лидеры туризма». Въезд для иностранцев только при наличии ПЦР-теста. А это уже подарок подъемочку немногочисленным туристам, которые зачем-то решили посетить Черногорию на Новый год и Рождество. Зачем? С 25 декабря по 11 января при въезде в Черногорию все иностранцы должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус не старше 72 часов. В начале вообще хотели ввести эту меру с 22 декабря, но так и сообразили, что пассажиры рейсов на ближайшие дни уже не успеют получить тестов до вылета. Спасибо консулу Украины. Я думаю, он им объяснил, что самолеты уже летят. Вот, летят уже почти. Далее. Иностранцы, которые имеют ВНЖ или ПМЖ Черногории, могут въехать при наличии как ПЦР-теста, так и тестов на антитела. Спасибо. Либо пройти 14-дневную самоизоляцию. Отличные новости. Прям вообще молодцы. Все изменилось. Убрали НКТ. Стало классно жить вообще. Рубрика «Ваша любимая макарошки». Статистика по заболевшим коронавирусам. По данным, на вечер 22 декабря в Черногории 8830 активных случаев. Максимально было в районе 11600. Сейчас это около 1400 инфицированных коронавирусом на 100 тысяч населения. Всего с начала эпидемии в марте в Черногории зарегистрировано 44 542 случая заражения коронавирусом. Заразилось более 7% населения Черногории. Смертность от коронавируса в Черногории 1,4%. Во вторую волну умерло 628 человек. С диагнозом коронавирус. Всего 637. Госпитализировано 357 человек. За все время пандемии максимальное количество госпитализированных было 11 декабря. 432 человека. Если бы сейчас водили эпидемии не на всю страну, а по принципу светофора, то в красной зоне оставались бы Цетине, Подгорице и Будва, в оранжевый Никшич, Бероне и Тиват. В желтую из туристических городов попали бы Герцог Нови, Барк, Котор, а в Зеленую Жабляк, Ульцин, Калашин. Жалко, что не светофор. То есть в нашем Герцог Нове не было бы комендантского часа, а заведения общественного питания и магазины могли бы работать до 22. Вот сейчас записываю новости и буду бежать страшно в магазин, потому что опаздываю. Рубрика «Давай уколемся». Вакцинация в Черногории. По словам нового директора Института общественного здравоохранения Игоря Галича, Черногория ожидает получить вакцины от коронавируса уже в первом квартале 2021 года. Что именно это будет за вакцина, пока не уточняется. Но известно, что одна доза вакцины обойдется Черногории в 8 евро 84 цента. Исходя из данных, что предыдущее правительство планировало закупить 245 тысяч доз вакцины на сумму 2 миллиона 163 тысячи евро, на данный момент Черногория участвует в системе вакцинации Ковакс. Странно, неожиданно. Но недавно посол Черногории в России Милорат Шчепанович заявил, что Черногория заинтересована в российской вакцине «Спутник Ви». Сербия уже получила первые дозы «Спутник Ви» для лабораторных исследований и предложила России совместное производство. На первом этапе запланирована вакцинация 20% населения Черногории. И в первую очередь это будут медработники, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. В России, кстати, говорят, можно вообще без проблем кому угодно. Хотя тоже вроде как только для медработников. Но, говорит, спокойно можно прийти и уколоться. Вот такие вот новости у нас по поводу прививок вакцины, вакцинации. Рубрика «Так ли страшен 2020?» Смертность в Черногории в 2020 году. За 9 месяцев 2020 года, с начала января по конец сентября, в Черногории умерло 4983 человека. И это на 58 человек меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Выводы делайте сами. Насколько опасный и не опасный коронавирус. Ну, заболевших тогда поменьше было, так что посмотрим, что будет в конце года. За последние 10 лет наибольшее количество смертей за январь-сентябрь было зарегистрировано в 2019 году. 5041 смерть. А наименьшее в 2010 году. 4047 смертей. Так что, пока что, вроде не очень страшный 2020 год. Садись, двойка. Рубрик. Учимся на собственных ошибках. Министр финансов Черногории Милой Каспайч в интервью изданию Bloomberg заявил, что Черногория усвоила урок и больше не повторит ошибку с закрытием гарантии ради борьбы с коронавирусом. Кстати, рейсы из Великобритании и Черногории пока не отменила. Все же уже отменили. Послан Спайча. Сейчас крайне важно реанимировать экономику, которая зависит от туризма и ввести ПЦР-тесты. Вот только возникают вопросики. Почему тогда максимально блокируют на празднике внутренний туризм? Раз. А почему не дать хоть немного заработать отелям и ресторанам на Новый год и Рождество? Два. Важны только иностранные туристы и только летний сезон? Три. И если кто-то задумается приехать в Черногорию зимой, то кто поедет туда, где ограничения на ограничениях? Чем заманивать туристов будете, ребятки? Денег нет, но вы держитесь. Бюджет до марта. Новое правительство решило не принимать сейчас бюджет 2021 года, а лишь ограничиться временным финансированием до марта. Причина очевидная. Они хотят принимать бюджет, подготовленный предыдущим правительством, а свой еще не успели разработать. Бюджет на 2021 год обещают принять реалистичный, исключить из него ненужные многомиллионные консалтинговые услуги. Правда, консалтинг понадобится при разработке бюджета, ведь обратятся за помощью к международным экспертам. Ха-ха-ха. Предыдущее правительство должно было предложить бюджет до 15 декабря, но не сделало этого, что, наверное, и логично. Ведь 30 августа на парламентских выборах победила оппозиция, и было понятно, что власть поменяется, вот только процесс смены власти затянулся на три месяца до 4 декабря. Временное финансирование означает, что в каждом месяце этого года из бюджета будет выделяться столько же денег, как и в тот же период годом ранее. Вице-премьер Дрита Навазович пообещал, что зарплаты и пенсии до конца марта будут выплачиваться без задержек. Спасибо большое, дорогой ты наш Дритан Абазович, за наше счастливое детство. Рубрика «Успели!» Поправки в закон о свободе вероисповеданий. Разработать новый проект бюджета на 2001 год правительство не успело, а вот подготовить поправки к скандальному закону 2019 года о свободе вероисповеданий успело. И даже провести консультации с сербской православной церковью. С Черногорской православной церковью, которой официально не признанно, консультации не проводили. Ну, кто вы такие, да? По одному из запросов прихожанами, именно Черногорской православной церкви считают себя 10% верующих в Черногории. Проголосовать за поправку к закону обещают до конца года. Причем здесь Навальный. Рубрика. Докажи, что ты не вор и не коррупционер. Интересную информацию опубликовал телеграм-канал «Балканист». На рассмотрение парламента Черногории поступил законопроект об определении происхождения собственности и специальном налогообложении незаконно приобретенного имущества. Согласно которому, налоговая инспекция будет проверять происходение собственных всех граждан, приобретавших имущество стоимостью более 50 тысяч евро, начиная с 1990 года. Или с прихода к власти Демократической партии социалистов президента Мила Джукановича. Примут ли такой закон? Правозащитники обеспокоены, что могут быть нарушены права человека. Принцип презумпции невиновности и может больше походить на охоту на вень. Ну, слушайте, как-то да, попахивает что-то как-то не очень все-таки. По-моему, перебор. По-моему, слегка. Слегка перебор. Рубрика «Пошумим!» Как всегда из Будвы. Очередной бунт в Будве. Будване умеют бунтовать. И надо сказать результативно. Вначале рестораторы Будвы активно выступили против ограничительных мер НКТ и добились права работать. А теперь по их следам собираются пойти и владельцы магазинов вместе с руководством муниципалитета. Как нас информирует телеграм-канал Монтеграм Черногория, руководство муниципалитета Будвы направило письмо в Министерство финансов и экономики с просьбой разрешить магазинам работать по воскресеньям и в праздничные дни. С интересом будем следить за развитием событий. Вообще отличная новость, потому что я вот сейчас не знаю, как затариваться едой, питьем и всем остальным. Сигарет сегодня купил. Четыре пачки. Думаю, хватит до конца праздников. Вот. А на самом деле молодцы, ребята. Вообще бы я бы еще что-нибудь, какие-нибудь инициативы там. И что, Новый год разрешить? И рестораны, чтобы работали? И вообще. Ребята, что-то какие-то слабые инициативы. Надо посильнее инициативы. Вы же пошуметь любите. Надо пошуметь. Рубрика «Новость. Бомба». Операция «Петарда». Полиция Черногории начала операцию «Петарда». Согласно приказу МВД от 20 июля 2020 года запрещено использование и продажа пиротехники. Петард второго сорта. А первого сорта можно от третьего. Штраф за нарушение от 150 до 1500 евро или тюремное заключение. Операцию проводят как раз вовремя, ведь Новый год и Рождество – это период, когда в Черногории буквально не умолкают взрывы петард. И больше всего пострадавших от пиротехники. Ненавижу петарды. Вот ненавижу. Окей, фейерверк норм. Пульнул, оно там полетело, взорвалось весело, красиво. Вот. Салют, салют. Такой теперь ты друг. Транзит через Сербию. С 20 декабря и минимум по 10 января иностранцы смогут въехать в Сербию только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус не старше 48 часов. Но если вы следуете транзитом через Сербию, то тест не нужен. Правда, при условии, что транзит длится не более 12 часов с момента пересечения границы. Вот так вот сербы не хотят, чтобы их авиалинии пользовались успехом. Хотят, чтобы турецкие авиалинии пользовались успехом, а сербки не хотят. Потому что в 12 часов иногда можно не уложиться. Традиционный квиз на канале. Как с черногорского языка на русский переводится слово ГРБ. Вариантов ответов. Гриб, горб, гроб, герб. Про гроб как-то в 2020 году не очень хорошо. Вот. Спасибо вам большое, что посмотрели этот выпуск. Скажите вам, как вам елочка? Нравится снимать дальше ролики с этим фоном или вернуться к нашему городу? Как вам свет, звук? Как что поменялось? Что дополнить? Что исправить? В общем, ребята, поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Конечно же, мы еще с вами увидимся и в воскресенье, и еще. И я вас поздравлю обязательно. Пишите ваши поздравления в комментариях. Пишите все, что вы думаете про сегодняшние новости. Вообще думайте. Все, что думаете, пишите. Но только желательно быть культурными и не оскорблять других людей. Вот. Спасибо большое, что посмотрели. Ставим лайкосы. Подписываемся на канал, бьем в колокол и желаем всем наступающего Нового Года. Спасибо большое. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok